всем привет сегодня я вам буду показывать размножение цветоносами вот этого сорта evening descent под этот сорт у меня никогда еще так не цвел как в этот раз всего два цветоноса но очень красивые получились цветочки я уже об этом говорила в своем обзоре но еще раз покажу красота никогда не бывает лишней вот значит оба цветоноса я хочу посадить и что я делаю я их конечно удаляю вот так удаляю как удалять цветоносы вы наверное все знаете но я все-таки скажу нужно вот так осторожненько под листик залезть и наклонить ножку они очень хрупкие и тут же она хрупнет и отвалится так это я убираю и вот мои два цветоноса но красота неописуемая посмотрите какие здесь не просто горошки как должны быть по сорту аж блики такие яркие очень красивый сорт просто необыкновенно красивый а этот цветок вообще просто образец красоты вот и сейчас я буду их сажать и покажу вам как я это буду делать я приготовила стаканчик новую бритву вот этот химикат для образования корней для быстрейшего образования корней и чистую салфетку это у меня здесь спирт потому что я уронила лезвие и и после этого конечно я должна была его протереть меня часто спрашивают как я делаю отверстие чем вот я вам показываю как я делаю отверстие вот так очень даже очень даже легко я не не делаю горячим гвоздем потому что это знаете такой запах потом дома будет что не проветришь вот и вот так все готово главное чтобы здесь плоско было и чтобы стояла стоял стаканчик без проблем и конечно нужно сразу надписать стаканчик так надписан стаканчик и поставлено сегодняшнее число так сегодняшнее число и приготовлен и приготовлен влажный субстрат без дополнительного без дополнительного перлита как я говорила значит субстрат у меня by промикс x и я напишу в описании вот вот так я приготовила наверное это очень высоко по чуть-чуть меньше надо чтобы чтобы не просыпалась в тепличке так теперь что я делаю теперь я должна удалить эти цветы брать можно только свежие крепкие цветоносы если все цветы на одном цветоносе увяли он уже не годится удаляю цветоносы очень осторожно чтобы не повредить прилистник оставляю пару миллиметров от цвета ножки вот от этой вот так все и вот этот то же самое вот что получилось так теперь я обрезаю вот на такую длину ну где-то два с половиной сантиметра даже не два с половиной меньше получается да два нормально я это на глазок естественно делаю я же не измеряю так теперь это то же самое ось какие же красивые цветы я балдею вот смотрите аж на половину меня никогда он так не цвел красиво то же самое делаю вот так очень осторожно аккуратно если у вас очень ограничено время даже не начинайте этим занимается этим можно заниматься только когда вы никуда не спешите вообще вам хочу сказать что если вы взялись заниматься фиалками между какими-то делами то ничего хорошего из этого не получится вы должны настроиться на это как говорится на лирический лад вот и чтобы было время чтобы вы спокойно занимались я не знаю вас отдельная комната или не отдельная но так чтобы вас не отрывали от этого занятия чтобы вы как говорится в полной мере получили удовольствие и пользу от этого занятия так но это очень жалко как всегда ну что делать и а и опять вот на такую длину примерно вот так вот можно было даже подлиннее оставить знаете чуть подлиннее но это ничего это тоже пойдет так теперь надо промокнуть промокнуть срезы можно подсушить подождать но мне некогда ждать я хочу посадить уже и перейти к следующей процедуре а у меня их знаете сколько этих процедур предстоит с фиалками очень много всего так и теперь я вот этим буду сбрызгивать так я советую всегда работать я всегда советую работать в перчатках это очень удобно вот и теперь у меня здесь вот видите собрала собралась эта жидкость и я в нее вот так вот макаю можно сказать с головой эти цветоносы просто вот так вот хорошо хорошо промокаем так ну и я сюда же прямо вылью остаток так теперь что я буду делать теперь я аккуратненько вот так и вот так посажу и чуть-чуть придавлю и этот придавлю вот так мне главное чтобы жидкость вот это вот жидкость попала в пазухи и на срез и на срез этих цветоносов а то что вот срезы от этих вот цветоножек это никого не волнует мне не важно есть там эта жидкость или нет даже если я вот тогда тронулась и я ее вытерла оттуда она в пазухах все равно осталось можно кстати еще вот так вот сверху тоже сбрызнуть но я достаточно сбрызнул я не хочу чтобы было очень много влаги вы же знаете наши фиалочки этого не любят любой влаги много не должно быть вот так теперь я вам покажу насколько я заглубила все процесс окончен теперь я должна поставить обязательно в тепличку обязательно это вот у меня стаканы я много раз показывала какими стаканами я пользуюсь но это может быть совершенно любая емкость если у вас есть стеклянная пусть она будет стеклянная это ничего в этом нет плохого но единственно единственное что должно быть должна быть крышка прозрачная чтобы туда проникал свет обязательно вот и все вот так вот я посадила цветоносы и они мне дадут деток я не сомневаюсь в этом потому что меня много примеров знаете я решила я вам сейчас покажу я рассаживала химеру и она у меня уже дала много деток целый лес сейчас покажу вот пожалуйста как мои цветоносы дали деток это другой сорт это сорт вот шимаи это химера ее я эти цветоносы я сажала в мох но можно и в субстрат можно в мох можно в субстрат так что вот эти мои цветоносы уже пора рассаживать и когда я это буду делать я вам это покажу а сейчас я вам хочу пожелать всего хорошего вот это результат моей сегодняшней работы всего хорошего вам заходите ко мне на канал в гости я всегда вам рада оставляйте комментарии будьте живы здоровы чтобы ваши все родные и близкие были живы здоровы всего всего доброго пока пока а а а а а а а а а